Русская Германия. Германия. Германия выходит из Танели. Арсений Каматозов. Русская Германия. Германия. 22 апреля 2020 года. Президент Института Пауля Эрлиха, Пауля Эрлич Институт, Клаус Секутек, Клаус Чичутек, сообщил, что в Германии начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса. В настоящее время по всему миру начато 4 клинических испытания, рассказал Секутек на пресс-конференции с министром здравоохранения Йенсом Шпаном. Йенс Спан. Шпан на этой же встрече тоже сделал весьма обнадеживающее заявление. Ситуация с коронавирусом снова стала управляемой и контролируемой. По его словам, с 12 апреля каждый день число выздоравливающих превышает число вновь инфицированных. И, что важно, наша система здравоохранения до сих пор ни разу не была перегружена. Поэтому с мая, по мнению министра, больницы должны постепенно возвращаться к новой норме. Однако на начальном этапе примерно 25-30% коек интенсивной терапии должны оставаться в резерве для пациентов с вирусом. Конечно, это еще не победа над бедой. Вирус не подписывает капитуляций. Но эти цифры и слова – знак того, что худшие, возможно, позади. Надо набраться терпения и выдержки. Сейчас не время бросать в небо чепчики или медмаски. И, конечно, через пару недель нам понадобится все мужество и вся храбрость, чтобы взглянуть в глаза тому, что нас ждет на свету. Несомненно, федеральное правительство и наши земельные власти совершили настоящие управленческие чудеса, сумев анестезировать боль удара по экономике сотнями быстро введенных миллиардов. Но в мае анестезия начнет отходить, а экономика очнется в полубессознательном состоянии. Еще одна ее проблема в том, что Германия – чемпион по экспорту. А экспортировать пока некому. Китай, США, наши европейские партнеры еще лежат в горячке или лишь начинают от нее оправляться. Туризм, авиация, общепит, спорт, зрелище, торговля, автомобильная промышленность – все это нам предстоит восстанавливать почти с нуля. Обнадеживает, что восстановление начнется на фоне уникально низких цен на энергоносители. 20 апреля прямо на наших глазах состоялся закат нефтяного могущества. За один биржевой день нефть марки УТИ упала более чем в 30 раз. Начинала день с 15 долларов за баррель, а к вечеру оказалось в районе 0,50 доллара за один баррель. Сейчас же, когда пишутся эти строки, днем во вторник, за баррель нефти дают всего один американский цент. История такого не знала. Но и такого кризиса, который нам предстоит преодолеть, история тоже не знала. И все-таки главное, что сегодня стало лучше, чем вчера. Давайте порадуемся солнцу и свету. Мы по ним очень соскучились. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.